Привет-привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер. Доброго времени суток всем! Сегодня у нас обзор новинки от компании Xiaomi Redmi 5. Конечно, обзор запоздавший, но тем не менее. Это младший близнец старшей модели Xiaomi Redmi 5 Plus. Отличия минимальные, если не говорить о размерах двух этих телефонах. В этом обзоре будет интересная подробность, ярко отличающая его от Redmi 5 Plus. В чем же она, узнаем немного попозже. А вначале давайте перейдем к распаковке. Поставляется вот в такой симпатичной, очень яркой и позитивно красивой коробочке. В комплект доложили стекло хорошего качества. Также силиконовый чехол сразу же в комплекте и тоже хорошего качества. Спасибо Xiaomi за это. Зарядка не Quick Charge 5 Вольт 2 Ампера и шнур microUSB. Комплектация у Xiaomi становится немного богаче и это приятно. Ну и собственно говоря, сам телефон. Давайте посмотрим на лоток для сим-карт. К сожалению, он не комбинированный. То есть можно установить либо две nano-сим-карты, либо одну nano и одну microSD. Пока что проблему с этим Xiaomi не решила. Если бы сюда была возможность установить две nano-симки и плюс microSD, было бы вообще все замечательно. Начнем с экрана, потому что это самое интересное место, наверное, в этом телефоне. На диагонали его составляет 5,7 дюймов IPS матрицев. В HD плюс разрешение 1440 на 720 пикселей. Соотношение сторон 18 к 9, как у современных флагманов. И 282 ppi туда воткнули. Как вы видите, углы обзора хорошие. Олеофобное покрытие не смог проверить, потому что уже была наклеена пленка. Яркости экрана на солнце не будет хватать точно. А в остальном все по экрану окей. Модры связи 4G LTE 7 и 3 бен присутствуют, что очень приятно. Bluetooth 4.2, GPS тоже присутствуют. Операционная система Android 7 1.1 Nougat, прикрытая оболочкой MIUI 9, глобалочка, новая, современная, быстро работающая, без проблем. В 9-м поколении оболочка смартфонов Xiaomi получила все актуальные фишки Android, сохранив фирменную легкость и скорость. Все меню традиционно размещено на домашнем экране с возможностью персонализации, темами, эффектами, настраиваемой анимацией и так далее. Системные клавиши виртуальные, что непривычно для продукции Xiaomi, но едва ли это станет препятствием комфортному использованию этого телефона. Кроме того, на борту есть FM-приемник. Работает он с фаскнутыми наушниками в разъем 3.5 Mini-G. Камера. Основная камера на 12 Мп от OmniVision. Апертура F2.2. Фронталка тоже от этой же компании на 5 Мп. Светосила F2.0. Бывшая тайвайнская компания, которую выкупили китайцы, представила здесь сразу же два своих модуля. И позднее мы в этом видео посмотрим примеры фото и видео с этого телефона. А видео как раз оно пишет в качестве Full HD. Поддержка двух сим-карт, как мы уже выяснили, присутствует. А вот процессор новый. И это самое интересное место этого телефона. Snapdragon 450. Мы отметим, что это преемник 435 снапа. Давайте с помощью таблицы детально разберемся в плюсах. Одним из главных изменений стал переход с 28-нанометрового техпроцессора на 14-нанометровый техпроцесс. Это положительно скажется на автономной работе. И производители обещают прибавку к основной работе в 4 часа. Максимальная тактовая частота составила 1,8 ГГц против 1,4 ГГц, что дает прирост производительности 25%. Появилась возможность записи видео в 60 фпс в секунду. А процессор может поддерживать две 13-мегапиксельные камеры или одну 21-мегапиксельную против двух 8-мегапиксельных камер. Поддержка интерфейса USB 3.0 для более быстрой передачи данных. И это, наверное, одно из самых больших преимуществ Redmi 5 по отношению к Redmi 5 Plus. Почти не уступающий процессор 450-й. То есть, по сути, в бенчмарках, как мы с вами дальше еще увидим, он не уступает или же почти не уступает старшей версии, но стоит он приблизительно на 3000 рублей дешевле. Представляете, телефон дешевле, но у него по сути почти что те же самые параметры и это очень круто. За графику отвечает улучшенный Adreno 506. Как вы знаете, он прикрыгнул 625-го снапа. И в результате пользователи младшей модели могут рассчитывать на такой же уровень мощности, что и у старшей модели. Оперативной памяти здесь два варианта. 2.16.3.32 типа LPDDR3. Это оперативная память. Первый вариант для тех, кто пользуется телефоном просто как звонилкой. Если вы хотите реально серфить в интернете и даже поиграться, то нужно брать версию на 3.32 100%. В новом Antutu эта новинка выбивает около 70 тысяч бенчмарков. Очень достойный результат, учитывая его цену. Поддерживаемые интерфейсы. Сканер отпечатков пальцев, который работает очень быстро и очень шустро. Миниджек. Икпорт. И микрофон для шумоподавления. NFC, к сожалению, отсутствует. Батарея. Батарея на 3000 мАч радует. Это немного с одной стороны, но и с другой стороны немало. Но важно другое. Смартфон не лишился главного козыря аппаратов Redmi и готов работать двое суток без свиданий с розеткой. В среднем же получается около полутора дней при получасе звонков и двух часах интернета. Quick Charge. Хотел сказать, я зарядил телефон с помощью своего Quick Charge. И знаете, Quick Charge работает, телефон зарядился быстро. И эта функция, как я уже и говорил раньше, она присутствует в этом телефоне. Просто нужно докупить адекватный Quick Charge, допустим, от компании Blitzwolf. Адекватных конкурентов за эту цену я не нашел, друзья. Нет у этого телефона адекватных конкурентов за эту цену. Он дает нам адекватную, хорошую, качественную прошивку, хороший процессор, хороший, красивый, качественный внешний вид, современный экран, хорошую камеру. Да вообще, весь набор, кто может предоставить нам все эти данные за эту цену, друзья. Ответ очевиден. Пока никто. Ссылочки на проверенного продавца, который не кидает, в описании и в комментариях. Плюсы и минусы этого телефона. Первый и самый явный плюс этого телефона, это его цена. Второй, современный дизайн и очень эргономичный. Третий плюс, хороший процессор Snap 450. И четвертый, хорошая основная камера. Из минусов только отсутствие NFC, но если честно, за эту цену у большинства телефонов NFC тоже отсутствует. Ставь обязательно лайк этому видео, подписывайся на канал, тем самым ты его поддержишь и все будет ок. Поговорим о внешнем виде. Задняя крышка металлическая с пластиковыми вставками сверху и снизу. Также на задней панели камера двухцветная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Красуется фирменный логотип Mi, качелька громкости и кнопка выключения, а также лоток под сим-карты. Все находится на стандартных местах и даже об этом упоминать не буду. На верхней грани вход для наушников и порт и микрофон для шумоподавления. На нижней части две решетки, под одной из них динамик, под другой микрофон. К сожалению, здесь не USB Type-C, а только microUSB. Но самое интересное здесь это лицевая панель. Сверху камера, разговорные динамики и два сенсорных датчика. Кнопки здесь наэкранные. Абсолютно новый дизайн передней части, конечно же, очень порадовал. Обратите внимание на линии и изгибы внешней части рамки. И они повторяют внутреннюю часть рамки, тем самым подчеркивая общую концепцию дизайна. Скорее всего, Mi пошли в сторону Google Pixel, что касается дизайна. Что касается эргономики. Габариты, указанные в таблице технических характеристик смартфона, не соответствуют ощущениям от его повседневного использования. На деле девайс очень, очень хорошо лежит в руке, очень удобен и на самом деле не ощущается каким-то большим. Да, здесь большой экран, но нет рамок и по сути он лежит идеально в руке. Примеры фото. Так, делаем увеличение. Мы видим, что это неплохой результат для этой бюджетной камеры. Четкости не хватает, контрастность не сильная. Посмотрим на край линзы и видим, что здесь ситуация гораздо хуже. Некоторые полосочки уже в четвертом ряду почти что сливаются. Но отметим, что для этой ценовой категории это неплохой результат для тестера для линз. Следующая фотография. Приближаем и видим, что снимок сделан немного ближе. Выдает нам более лучшую детализацию. Чувствуется все-таки бюджетность этого телефона. Итак, следующий снимок при стандартном комнатном освещении. И здесь видно, что не хватает света. Сразу чувствуется, что камера не справляется. Не очень хорошая детализация и обратите внимание, здесь видны шумы. Далее, следующая фотография при хорошем освещении. И здесь уже все гораздо веселее. Видно, что хорошая детализация. Пропали здесь шумы. И мы помним, что все-таки это модули от компании OmniVision, а не от Sony. И они очень достойно и хорошо отрабатывают. Тем самым Xiaomi сэкономила. Дала нам очень хороший результат за небольшие деньги. Далее, примеры видео с основной камеры. Ну что, друзья, с вами я и Скрайбер. Сейчас мы пишем на основную камеру. Вы приблизительно можете посмотреть, как пишет она видео. Видео пишет в Full HD качестве. Но, конечно же, сейчас пишем при хорошем свете. Звук записан непосредственно на телефон. Фронтальная камера. Фронтальная камера, сразу скажем, что она здесь сыроватая. И если вы нацелены на селфи, то эта камера вам абсолютно не подойдет. Мы увеличим и видим, что детализация абсолютно никакая. Не видно никаких мелких деталей. И причем эти фотографии сделаны при хорошем комнатном качественном освещении. И камера абсолютно не справляется. Сейчас давайте посмотрим пример видео с селфи-камеры. Сейчас, друзья, пишем на фронталочку непосредственно. Итак, какие итоги в отношении этого телефона? Знаете, мне он очень понравился. Я думал, что он будет больше, но он оказался не таким большим. Он идеально просто лежит в руке. Единственное, что хотелось бы сказать, что версия на 2.16 все-таки не такая мощная. Двух гигов оперативки на данный момент на 2018 год не совсем хватает. Если вы нацелены там, тем более еще во что-то поиграть, то, конечно, нужно брать больше. 3.32 с 450 снапом будет просто вообще идеально, отлично заходить этот телефон. Итак, друзья, с вами был я, Эдскрабер. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайк, пишите любой комментарий, который только вам в голову придумывается. Все ссылочки на этот телефон, на проверенного продавца в описании. Проходите, смотрите. Всем пока-пока. Кнопочку надо нажать. Субтитры сделал DimaTorzok